Здравствуйте, меня зовут Склеров Константин Александрович. Я врач-гигиенист клиники Дентал Фэнтези. Я занимаюсь удалением пигментов, налетов и, в общем-то, эстетикой улыбки. Сегодня мы поговорим о базе здоровья зубов, об уходе за ними дома. Так как зубная щетка это базовый инструмент домашней гигиены, я хочу поговорить про нее поподробнее. На современном рынке очень много разных щеток. Основное отличие идет в щетине. К сожалению, большинстве с твоим зубной щетках используют нейлон. Нейлон – это более дешевый материал, он более пористый, он быстрее пачкается, и, к сожалению, нейлоновые щетники срезаются под острым углом. Поэтому они более травматичны и пачкаются гораздо быстрее. Такие щетки нужно менять каждый месяц, и я не рекомендую такие щетки. С ними нужно быть очень аккуратным, потому что травма слизистой, она станет хронической и перерастет в другие заболевания. Наиболее эффективным сейчас является полиэстер. Он используется в зубных щетках многих фирм. Полиэстер, он имеет более мелкие поры, поэтому он меньше пачкается. Также полиэстер срезается под острым углом, поэтому он менее травмирует щетинку. Щетку принято менять по сезону. У нас 4 сезона в году, 4 раза меняем щетку, то есть каждые 3 месяца. Если щетку не менять каждые 3 месяца, она будет осеменена бактериями и будет распространять инфекцию по вашей ротовой полости. И главное правило, независимо от того, взрослая это щетка, либо детская, она должна быть мягкой. Чистка зубов – это не шлифовка, это полирование, это гладкий массаж своей эмали. Чем лучше вы полируете свою эмаль, тем лучше она будет для вас служить. Теперь перейдем к главному помощнику зубной щетки – это зубная паста. На рынке их тоже огромное-огромное множество. Я понимаю вашу растерянность при выборе. Давайте разберем. Главные элементы в зубной пасте – это полирующий элемент, отдушка и пенящее вещество. Очень большая разница между детскими и взрослыми пастами. Взрослая паста пользуется нельзя детям, потому что там очень много лаурисульфатов. По сути, это кислота, которая делает пену. Так вот, на детскую эмаль, на детский ротик нельзя допускать попадания этой кислоты, поэтому в детских пастах ее нет. Очень важна абразивность. Абразив – это пилищее вещество. В детских пастах не должно быть абразива. Там должна быть гелевая форма, либо другая, но не кристаллы. Далее поговорим про компоненты дополнительные. Это могут быть различные травы, это могут быть антисептики. Эти пасты называются уже профессиональными, лечебными. Эту пасту должен рекомендовать только стоматолог. Самостоятельно я бы не стал делать такой выбор. Наболевший вопрос – что же выбрать? Пасту с автором или пасту с кальцием? В структуре зуба используются и кальций, и фтор. Если объяснить это простыми словами, то это как стенка кирпичная. Кальций – это кирпичи, которые не будут держаться без цемента. А фтор – это как раз-таки цемент, который должен скреплять кирпичи. Так вот, для зубов важен и тот, и тот элемент. Так вот, чтобы кирпичная стена стояла, нужен и фтор и кальций. Поэтому чередуйте пару месяцев на фторе, пару месяцев на кальций. А что касается детей, дети проглатывают пасту при стиске зубов, поэтому нужно максимально ограничить различные добавки. Детская паста не должна иметь никакую специфику, кроме как быть детской. Конечно, если вам не назначил что-то другое ваш стоматолог. Обычно принято считать, что достаточно зубной щетки и зубной пасты. Но это не так. Я хочу вас познакомить с арсеналом средств домашней гигиены. Обязательно нужно ухаживать за межзубными промежутками. Для этого существуют зубные ёршики и зубная нить. В нашей жевательной системе зубы разные. Есть жевательные, есть режущие. Так вот, передние зубы – они режущие, они имеют лопатообразную форму. Эти промежутки прочищают зубной нитью, она там наиболее эффективна. Жевательные же зубы имеют форму бочкообразную, поэтому нить там не актуальна, потому что она может нанести травму. Там используются межзубные ёршики. Они имеют разный диаметр и у каждого он индивидуален. Его поможет подобрать вам ваш стоматолог. Эти средства используются утром и вечером после чистки зубов, после нанесения пасты и чистки щеткой. Нужно использовать зубную нить на фронтальных зубах и ёршики на жевательных зубах. Также после приема пищи можно зубной нитью убрать остатки пищи и межзубных промежутков. И еще обязательно вечером чистку зубов включать ирригатор. Ирригатор также будет помогать промывать межзубные промежутки и будет осуществлять массаж десны. Это очень полезно и эффективно. Тем более, если у вас есть несъемные конструкции ортопедические либо ортодонтические – это ваш лучший помощник. Конечно, для начала это кажется сложным и кажется невыполнимым, но это дело привычки. Когда вы научитесь правильно пользоваться всеми этими средствами, вы, несомненно, ощутите большую чистоту на зубах, ощутите гладкость эмали, соответственно, свежесть дыхания, и вы будете гораздо увереннее в себе. Вы сможете улыбаться свободно. На этом я заканчиваю свой рассказ. Надеюсь, вам был полезен. Улыбайтесь!